С праздником! Христошим воскресенье! Христошим воскресенье! В пасхальную ночь в столице Урала доставляют лампадку с благодатным огнём. Святыню из Иерусалима сопровождают паломники, в том числе старший священник храма на крови. Мы все призваны умножать любовь и ценить человека друг друга. Всё это мы увидели, к этому прикоснулись, как-то в новом прочтении ощутили в эти часы. Потому что не дни, а буквально часы нашего очень короткого пребывания на Святой Земле. Накануне, в Великую Субботу, уральские священники провели службу в главном храме русского православия на Святой Земле. Тем же вечером спецборд вылетел в Екатеринбург. В аэропорту святыню встречали паломники со всей Свердловской области. Смысл всей России нашей, наверное. Поэтому эту частичку тепла, частичку огня привезти людям, верующим людям, которые с надеждой ждут, наверное, это дорогого стоит. На праздничное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе собрались сотни верующих. Божественную литургию провёл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Где можно встретить Христа Воскреша? Там, где много людей собрались ради того, чтобы с ним встретиться. И он приходит. Он как сказал, где двое или трое собраны во имя моё, там я посреди них. Но у нас полный храм. Мы верим, что сегодня здесь Христос Воскреша будет с нами. Пасхальное воскресенье верующие собираются в центре Екатеринбурга, чтобы пройти праздничным крестным ходом. Даже аномальный майский снегопад не стал преградой для уральцев. Крестный ход объединил сотни верующих. В самом начале колонны несут частичку благодатного огня, который привезли сегодня ночью из Иерусалима. Мне не холодно, я не ощущаю холода. Нормально. Колонны верующих прошли по улицам столицы Урала. От Святотроицкого собора до храма на крови. Паломники шли целыми семьями. Крестный ход сопровождал знаменитый танцующий оркестр Александра Павлова. На одном дыхании прошли. Солнце светит. Всё прекрасно. Самые лучшие эмоции – добро, мир, спокойствие. На душе тепло. От Господа Бога. Все приходы со всего Екатеринбурга и области, все со своих приходов приехали на этот крестный ход. После крестного хода в храме на крови все желающие могли зажечь свечи и лампадки, чтобы унести частицу благодатного огня к себе домой. А на улицах города вновь появилась атмосфера праздника Светлой Пасхи. Для уральцев сделали двухметровые пасхальные яйца из 8 тысяч живых роз. Наталья Гришко, Евгений Лапидус и Кирилл Ростовский. События ОТВ.